Осень еще радует нас теплыми днями, а это значит, что и продавцы с большой дороги выставляют свой сезонный товар. Многие люди с удовольствием покупают продукты в придорожных палатках. Но так ли это на самом деле безопасно? Во-первых, нужно запомнить, что торговля на обочине осуществляется без разрешений и лицензий. На обочине никто эти санитарные правила не выполняет, не имея разрешения, на ними никто не надзирает. Они, ну элементарно, раковины, чтобы помыть руки, нету. Кроме того, нет личных медицинских книжек, которые должны быть там и анализы, и медосмотры, и геническое обучение. Наиболее опасно покупать на обочинах различные консервы, молочную продукцию и грибы. В этом случае никто не гарантирует качество продукта. Остаются вопросы и о том, как и в каких условиях его готовили. Ситуацию усугубляют и неправильные условия хранения продукции, например, под прямыми солнечными лучами. Даже овощи с огорода могут таить в себе опасность. Здесь опасность того, что каким удобрениями они все это применяли, какие удобрения, и превышение по нитратам, нитритам, птицидам, чего угодно. Тут опасность получить отравление вот этими вещами. По трассам постоянно проезжает много автомобилей и грузовых машин. Выхлопные газы, дорожная и сажевая пыль – это опасные канцерогены. И все это оседает на придорожных продуктах и впитывается в них. Самое важное, что надо запомнить – при отравлении вы ничего не сможете предъявить продавцу с обочины. Найти этого торговца уже невозможно, чтобы там привлечь его к ответственности. Либо прервать вот эту пищевую цепочку, как в магазине снимают продукты с реализации, партию целую снимают. Здесь уже это невозможно. И поэтому люди, которые покупают продукты на обочине, рискуют на свой страх и риск. Запомните, чтобы обезопасить себя и своих родных, покупайте продукты на рынке или в магазине. Эти точки контролируют надзорные службы. Что касается арбузов и дынь, то их лучше брать в сезон, чтобы не отравиться большим содержанием пестицидов, нитратов и нитритов. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова